Все ученики и все наши зрители. И я хотел бы сегодня поговорить о 3 сегодня. Очень важно понимать, чтобы наша сущность изменила, нам нужно 3 вещи. Нам нужна молитва, молитва, слово и проповедование. И важно, чтобы все эти 3 фактора, они работали в нашей жизни. Тогда цикличность, она пройдет. Все, кто проходит ученический, знают, что нужно внутреннее наслаждение, нужно слово богословия и нужны дела. Тогда цикл завершается и все начинает работать. И чтобы в нас запечатлялось Слово Божие, надо брать Слово с кафедры и в молитве его систематизировать, увидеть то Слово, которое в твоей жизни работает и не работает. И очень хорошо, если вы будете систематизировать это Слово утром, уделив 5-7 минут, возьмете и опять напишите конспекты, те ценные мысли, которые вы взяли для себя в практику, что в течение воскресной проповеди. Что, допустим, у нас была воскресная проповедь? Мы говорим о том, что очень часто люди чем двигаются? Двигаются, например, совестью, а совесть, она не обличает духовные вещи. Например, многие же не пришли в воскресенье, их совесть их оправдывает, что можно в воскресенье в церковь не ходить. А Господь Духом говорит, что дьявол все делает для того, чтобы вы в воскресенье в церковь не пришли. И ведь, смотрите, совесть ничего же не сказала даже верующим людям, что так делать нельзя. Почему? Потому что даже совесть наша, когда мы пришли, она тоже порочная. Поэтому мы должны жить не по совести, которая, в принципе, оправдывает нашу плоскую образ жизни, а жить по духу, который говорит нам Слово Божие. Потому что, принимая духовные вещи за основу нашей жизни, мы освещаем и нашу совесть, и нашу душу, и освещаем наши тела. Но тогда надо действительно, допустим, взять и глубоко начинать молиться об этом, чтобы в течение дня ты действительно жил в духовной вещи, что вот те духовные истины, которые Господь говорит, что является подтверждением там завета, оно в твоей жизни дело, ну, произошло. И как только ты, допустим, помолился, понаслаждался этим, составь план. И посмотри, кому ты, допустим, эту же проповедь, допустим, ну, идеально, конечно, раз 30, но хотя бы ты, если раз 10 расскажешь, проводишь, проведешь форум и расскажешь, допустим, то это слово, оно, не только оно в тебе укоренится, не только систематизируется в твоем разуме, но оно еще выйдет, выйдет из твоей жизни, то есть твое проповедование начнется. Тогда у тебя цикл закончится. Но если ты будешь просто на уровне знаний брать, рано или поздно ты просто будешь, ну, фарисей. Если ты не будешь наслаждаться, чтобы практиковать духовную жизнь, то, ну, у тебя не будет духовной силы, и ты не поймешь, что такое водительство Духом Святым. Ну, а если будешь не практика, то вера без дел мертва, и вроде бы и то есть, и другое есть, но в принципе ничего, ну, работа Божья не совершается. Поэтому возьмите для себя первое, возьмите сейчас кафедральное слово, вспомните, о чем это было, систематизируйте, проведите форум, помолитесь, поблагодарите Бога те слова, которые оно в вашей жизни дало, увидьте план, как вам надо теперь жить и выставить свою жизнь, и поблагодарите, что Бог показал вам, что в вашей жизни вам надо менять. Проведите форумы и напишите, и потом совершите проповедование. Вот, в принципе, те мысли, которые я хотел вам сказать, потому что у меня некоторые люди подходят, и мне говорят, пастор, надо, я хочу научиться проповедовать. Ну, правильно, хочешь научиться проповедовать? Вот, бери слово, уклини ее в своем духе, подчинись под слово, смирись под слово, оно принесет благо. Дальше что? Запомни это в своем сердце, сосредоточь, систематизируй это в своем разуме, чтобы из сердца обновился разум. Потому что дьявол где? Он в разуме нашем. Здесь наше мышление опровергает то, что мы хочем вложить в сердце. И дальше уже, когда у тебя сердце соединилось с разумом, начни действовать так, начни проповедовать так, чтобы твоя жизнь, она уже проповедует. А если в сердце слово не уклинилось, в разуме полная каша, проповедование твоя какая, языческая, плоская жизнь, то есть, может быть, нравственная, хорошая, но не совершающая течение Божьей Слова. Поэтому понимайте, Иисус есть Христос, совершайте течение Слова. Особенно делайте ударение с тем, сегодня течение Слова можно по скайпу провести, по разным видеосвязям, по телефону. Делайте ударение на тех людях, которые открыты к слышанию Слова, но еще достаточно колеблющиеся, особенно те, которые не приходят в церковь или еще не проводят форумы и не уклиняются в них, потому что у них нет духовных сил, и вам надо их оживотворять. Когда придет у них духовная сила и начнет все работать, тогда они получат благодать. А то некоторые ко мне ребята говорят, слушай, говорит, пастор, может быть, мне поехать на миссию, чтобы церковь открыть, начать работу в церковь. Я говорю, брат, поймите, если девочка не может рожать в Кемерово, она не сможет родить в Москве, она не сможет родить в Украине, она не сможет родить в Израиле. То есть, если бесплодная, то бесплодная. Если ты, Слово Божие, не испытал в Кемерово, если ты, Слово Божие, не испытал в Москве, ты придешь, и ты такой же бесплодный будешь и в тех сферах. Поэтому возьми и испытай Божье Слово в тех сферах, в четырех сферах твоей жизни, в семье. А убегать, допустим, и сказать, от перестановки мира слагаемых сумма, ребят, не меняется. Поэтому желаю вам испытать Божье Слово, увидеть, как Слово Божье будет действовать в вашей жизни. Всего вам доброго, благословения, до свидания.